Объясняют, есть пять периодов жизни в страсти. Первый период — увлечённость жизнью. Человек как бы, ему всё нравится, он берёт ипотеки, там, покупает квартиры себе, там, накапливает долги и так далее. Потом второй период — он работает, как и шаг, для того, чтобы всё это окупать в свои удовольствия. Третий период — он устаёт от этой жизни. Четвёртый период — происходит надлом, или психический, или физический. И пятый период — он теряет себя. Так жизнь в страсти протекает. Сколь дней осталось, Как снять усталость Зеленоглазое такси Притормози, притормози И отвези меня туда Где будут рады мне всегда Понимаете, неизбыточная мечта, потому что все, кому ты хочешь, чтобы были тебе рады, тоже живут именно для того, чтобы им были рады. И это абсолютно противоречие невосполнимое, потому что так жизнь устроена, что если человек хочет быть счастливым в своей личной жизни, значит он мучает своего близкого человека. Это закон. Я вам вчера говорил об этом, что если женщине хочется нежных отношений, она мучает этими нежными отношениями мужа. Если женщине хочется детей, она этим желанием мучает мужа. Если ей хочется, чтобы муж много денег зарабатывал, тем более она этим желанием мучает мужа и так далее. Понимаете? Муж, если хочет, чтобы жена его слушалась, он мучает ее. Если он хочет много секса, он мучает ее. Если он хочет, чтобы она его хормила, он мучает ее и так далее. И эти страдания людей в страсти, в семейной жизни никогда не заканчиваются. Это просто замкнутый круг. Почему? Потому что так устроена энергетика страсти, что человек верит в счастье, в свое будущее, так действует сила страсти. Но оно никогда не приходит. И он всегда все глубже-глубже в холодец водой опускает ведро. Думает, вот-вот она уже, водичка появится, а ее все нет и нет. Но энергия вот эта, что такое гуна страсти? Это сила, которая толкает людей в такую жизнь. Потому что счастье, энергия счастья у страстных людей находится в будущем. Энергия счастья у невежественных людей находится в прошлом, а энергия счастья у благостных людей находится в настоящем. Почему? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok